В онлайновом классе выживает тот, кто в состоянии себя организовать и систематически заниматься, независимо от того, стоит кто-то с дубиной времени. Когда у тебя есть возможность отойти, ты обязательно попадешь в ситуацию, в которой ты отойдешь. Нет неприступных крепостей. Всегда есть кто-то, у кого быстрее, всегда есть кто-то, у кого больше денег, всегда есть кто-то, за кого похлопотали. HH Java? Обалдеть! Покажите мне человека, который не может выучить Java, если ему дать достаточно времени, если он мотивирует. Всем привет, добро пожаловать на канал ProBlog. Здравствуйте. В студию Silicon Valley Voice, я думаю, этого героя вы узнали. Более того, год назад мы с вами уже встречались. Год прошел? Да, год. У меня тогда было всего 400 подписчиков. Что, правда? Правда? Сейчас это число значительно выросло. И сегодня я хочу поговорить на тему более глубокую, чем в прошлый раз. В прошлый раз мы говорили об обучении в вашей школе, о тенденциях QA. В этот раз я хочу задать две темы. Одна из которых это как учиться эффективно. И вторая это как не терять интерес к своей профессии. Поскольку все-таки вы в своем деле уже больше 20 лет. Да, нет, я в педагогической деятельности существенно больше. Там я так хорошо так за 40. Но конкретно в этой школе 25-й год пошел. Но тут как бы две темы, да, получается. Тема, как учиться лучше. Дело в том, что мы желательно, не все, но желательно, чтобы мы знали себя. Вот так же, как, допустим, вот что ты ешь. Или там с кем ты общаешься. Знаете, вот если какие-то есть токсичные люди. Или токсичные продукты. Или что-то такое в образовании тебе мешает. Значит, надо себя знать. И надо знать, как у тебя эффективнее, лучше и так далее. Например, у меня жена, если стоит там, я не знаю, коробка с конфетами. Она может съесть одну конфету в неделю под настроение. Я не могу съесть одну конфету. Если мне поставить коробку конфет, то она быстро уйдет. Да. Вот, поэтому, ну, поэтому, значит, надо себя знать. И вот поэтому у нас борьба. Я говорю, не надо дома конфет. Она говорит, а что такое? Я, говорит, съем одну конфетку. Я говорю, а я? То же самое с обучением. Вот, например, когда я английский изучал, я приехал практически на нуле. И я знал в этот момент, что у меня зрительно хорошо схватывается. Поэтому я просто взял словарь частотный английского языка. Там, где слова по частоте употребления убывают. И первые три тысячи слов. Я не помню, сколько там. Два-три месяца я их задалбливал. Где-то по пятьдесят, по сто слов в день. Но у меня память зрительная. Я знал, что я могу это делать. И так какое-то насыщение наступает. Там недельку приходишь в себя. Потом снова начинается. И я начал понимать других людей. И начал читать. Не скажу свободно, но близко к тому. Буквально за несколько, за пару-тройку месяцев. Просто потому, что я знал, что я могу через зрительное восприятие быстро набрать. А, допустим, слуховое у меня не очень хорошее. Вот я, например, себя не слышу. Я могу сказать что-то хорошо или не очень хорошо в произношении. Я не услышу разницы. Если я слышу другого человека, я очень хорошо слышу. Себя нет. То же самое тут. У нас есть онлайновые классы. Есть живьем на кампусе. И я могу сказать, что в онлайновом классе выживает тот, кто в состоянии себя организовать и систематически заниматься. Независимо от того, стоит кто-то с дубиной или нет. Есть люди, которые не могут. Я так тоже не могу. Мне нужна какую-то среду специальную. Преподаватель. Мы сидим, слушаем. Как-то коллективная работа. Дедлайны. Ну, как-то ты в процесс нужен. Или я сам себе строю процесс. Или меня включили в процесс. Это же разница. У вас каждый год выпускается, если я не ошибаюсь, в районе 400-500 студентов. Это здесь и еще столько уже в онлайне. Вот. Поэтому я думаю, что ваших наблюдений, в принципе, хватит для того, чтобы вывести какую-то плюс-минус формулу. Для того, чтобы как учиться эффективно. Что нужно делать? Ну, первое. Значит, нельзя давать себе возможности отступить. Вот нельзя сказать, я пойду, попробую, может быть, я выучусь там на тест, тестировщика. Я попробую выучиться на программиста. Я попробую освоить. Ты никогда ничего не пробуешь. Ты идешь и делаешь. Как только ты говоришь, я попробую, это значит, да, да, нет, нет, взял, отошел. Когда у тебя есть возможность отойти, ты обязательно попадешь в ситуацию, в которой ты отойдешь. Вот, я недавно там видео делал, я, там, не все согласились, я говорю, то же самое, вот как в браке. Понимаешь, вот ты женишься или ты женишься один раз и навсегда. Или ты говоришь, ну, мало ли что, в крайнем случае разведемся. Ты обязательно разведешься. Будет ситуация, когда вот это все вступит в силу. Это обязательно наступит. В голове должно быть. Значит, если ты собрался и ты говоришь, я иду, значит, ты идешь. Если ты говоришь, я сейчас туда забежал, сюда посмотрел, ничего не получится. То есть, ты сорвешь. Значит, то есть, первое, надо как бы безысходность такую иметь, сказать, обратного хода нет. Все, вот как в эмиграцию. Бум. Вот эти, которые квартиру, говорят, пусть квартиры не буду продавать, может я еще. Мало ли что, вдруг вернуться надо. У него вероятность вернуться в 10 раз выше, чем у того, кто продал. Потому что у того, кто продал, мысль на том, как прорваться, а у того, он думает, может вернуться. Значит, это первое. Второе. Человек так устроен, что он редко может сразу все и сам. Как правило, нам для большинства вещей серьезных в жизни нужна какая-то помощь извне. Я не имею в виду, идите учиться в школу, как может показаться. Но я имею в виду, что надо привлекать ресурсы со стороны. Смотришь, там какой-то человек, так обычненький. Вроде такой обычненький. А этот такой талантливенький. Потом проходит там 20 лет, смотришь. А обычненький, он там доктор наук, завкафедрой. А талантливый, он так вот все там пиво и пьет. Потому что, с одной стороны, ты взялся и идешь. И ты не бросаешь. А с другой стороны, с одной стороны просто, с другой стороны сложно. Значит, ты говоришь себе, нет неприступных крепостей. Значит, я так сразу не понял. Ну, я со второго раза пойму. Ну, я с третьего раза пойму. И я никогда ни с кем не сравниваюсь. А вот он за три месяца, а этот за шесть, а тот за три. А я, а как же так, а я хуже других. Вот исключить полностью. Вы такой, как вы есть. Единственное, с кем вы соревнуетесь, это сам с собой. Но вот я сегодня сам с собой соревнуюсь с собой вчерашним. Вот я сегодня сравниваю себя с я вчера, я позавчера, я неделю назад. Если есть прогресс, значит, я в порядке. Если я начну сравнивать себя с этим, с этим, с этим, с этим и с этим, ничего кроме испорчивого настроения и желания бросить не возникнет. Всегда есть кто-то, у кого быстрее. Всегда есть кто-то, у кого больше денег. Всегда есть кто-то, за кого похлопотали. Понимаешь? Но, в общем и в целом, если мы говорим про учебу, ну что такое за дисциплина такая должна быть, чтобы ее нельзя было выучить? Мы о чем говорим? Вот что, там, HTML какой-нибудь или что? HH Java? Обалдеть. Понимаете? Покажите мне человека, который не может выучить Java, если ему дать достаточно времени и если он мотивирован. Как это? Вот уж действительно. Понимаете, там, Rocket Science, как у нас говорят, да? Ты ставишь себе цель, можно сказать, а если цель нереалистичная? Как бы наука об успехе говорит так, что если человек эту цель визуализирует, то она реальна. То есть мы можем добиться, то, что мы в состоянии визуализировать, мы в состоянии добиться. Поэтому, ну конечно, есть люди не всегда адекватные, не вполне адекватные и так далее. Ну, тоже такие есть. Но, в общем и в целом, если цель реальна, более-менее она, так как вы ее можете представить себе, и у вас есть упорство, и вперед. Сейчас вот такое время, когда очень много профессий стало доступными. И можно буквально там за несколько месяцев, ну, может быть, не несколько, а может быть, там за полгода стать, опять же, тестировщиком. Можно. Можно стать UX, UI дизайнером. Вот у меня сейчас... За пару месяцев? Я знаю несколько, да. И вот за четыре месяца у меня как раз сейчас подруга проходит. Посмотрим, как она найдена. Может быть, она подготовлена была? Ну, она была, в принципе, дизайнером графическим, она. Но я знаю другого человека, который... Ну, то есть я знаю историю, когда человек совершенно не был подготовлен, он сейчас работает в Adobe. Вот. Поэтому... Окей. Можно. Можно, можно. Была бы мотивация. Можно. У меня вот в связи с этим возникают два вопроса. Один из которых, какие вопросы себе задавать правильно, чтобы понять, какую именно... Вот если я решила, что я меняю профессию и приблизительно понимаю, ну, не знаю, хочу пойти в IT, но точно не знаю, куда. UX дизайнер, может быть, веб-разработчик, может быть, тестировщик. Какие вопросы мне задавать, чтобы понять, куда мне правильно идти? Чтобы не попробую, а получится, не получится, как вы сказали. А чтобы точно знать, что... Тут есть как бы две грани. Значит, первая грань, пока не попробуешь, не узнаешь. Так же, как и миграция. Вот полно людей приезжают, потом оказывается, это совсем не то, что они думали. Кому-то лучше, а кому-то и совсем домой возвращается. Вот то же самое и с профессией. Моё видение такое. Вот ты начал что-то делать. Я не знаю, там, пошёл учиться на тестировщика. И ты чувствуешь, что это не то. Но ты приобрёл некий опыт. Ты пошёл дальше учиться, может быть, на UI-дизайнера. Но ты уже не тот ты, который был до того, как пришёл на тестировщика. Ты уже какую-то грань увидел. И это меняет тебя. Ты уже другой. Вот ты себя изменил. Ты, может быть, не стал работать или поработал. Есть люди, год поработал, ушёл. Ну, хорошо. Но он же другой ушёл. И у тебя раз неудача, ну, не совсем удача, совсем неудача, ещё что-то. Но ты каждый раз идёшь, и ты каждый раз другой, 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 другой. И вот мне в свои 62 года, я вспоминаю всю свою жизнь, и было масса вещей и неудачных, и совсем не симпатичных и так далее. И вот мне говорят, а вот есть что-то такое, чтобы вы хотели избежать? Вот если бы заново жили, вот вы бы это вот... С одной стороны, конечно, хочется. С другой стороны, я бы не стал. Потому что если бы я это выкинул, я бы сегодня был другим. Я не хочу быть сегодня другим. Я вот какой есть, такой вот хочу оставаться. Значит, поэтому это всё опыт. Туда пошёл, сюда пошёл в школе. Химию учил, литературу учил, биологию учил. Массу всяких дисциплин, которые потом мне с них ничего в жизни так не отвалило. Но не обломилось. Но, минуточку, ну так это я же другой. Я что-то знаю немножко тут, немножко тут. Это моё мировоззрение и так далее. Поэтому, первое, я бы не боялся ошибиться. Потому что это не ошибка, это опыт. Это опыт. Вот я видел книжку там замечательную. Читать не стал, но обложка. И вот там было написано, название такое, что Sometimes we win, sometimes we learn. То есть, или ты победил, или ты чему-то научился. Понимаете, это важно. Одна сторона. Другая сторона. Есть тесты. Есть хорошие тесты, которые определяют способности человека. И я думаю, что по этим тестам там вряд ли есть различия между программистом, тестировщиком или UI-дизайнером. То есть, скорее всего, это будет что-то такое совсем компьютерно, просто там обобщенно. Но можно поговорить с людьми. Можно поговорить с одним, с другим, с третьим. Люди занимаются разными вещами. В чём смысл работы? Представить себя. Ещё раз. Представить себя делающим вот это. Всё. Есть полно народу. Закончил там университет. И вообще не стал этим заниматься. Или там пошёл на практику. И перестал этим заниматься. Полно. Ну, это нормально. Это не страшно. Какие люди становятся успешными в тестировании? На ваш взгляд. Есть же какой-то, наверное, тип людей, не знаю, у которых всё по полочкам. Или которые, наоборот, мыслят как-то креативно, абстрактно. Есть какие-то наблюдения? Ну, я бы так сказал. Значит, вот если программист, это человек, который всё-таки технически очень, то есть, он пишет код, он должен хорошо знать язык программирования, там какой-то инструментарий у него и так далее. То тестировщик – это такое поле. И на этом поле много разных людей разным делом занимаются. То есть, есть люди, которые напоминают программистов. То есть, они сидят целый день и пишут код. Может быть, не такой крутой код, как программист пишет, но тоже в ту сторону. Есть люди, которые там вручную что-то делают. Есть люди, которые в основном анализируют или там планируют что-то. А есть люди, которые занимаются организацией, менеджментом, такими вещами. Поэтому в этом смысле всякий человек, который хочет работать существенно. Если он хочет работать, то ему находится там что-то такое по душе. Вот иногда я смотрю там, вот человека я вижу там, ну это административная функция, она прямо прёт из него. Вот будет хороший там кей-менеджер, может быть, проект-менеджмент, программ-менеджер. Ну вот оттуда. То есть, она заходит через QA, через простенькое тестирование. У нас столько таких случаев. Вот девочка там закончила класс, а вот она была там 25 лет, была менеджером в гостинице. Где-то там во Флориде. Приходит, закончила класс, пошла на практику. Через три месяца. У неё бэджик уже, она приходит с этим бэджиком, нанимает практикантов. Она уже лид. Но она им была. Она не была лидом в тестировании софтвора, она была лидом там в хотел-менеджмент. Но она им была. Поэтому вот кто-то и есть, есть применение. Поэтому это очень-очень широкая область. Там для любого есть. Проблема в том, что есть люди, которые как бы ничего не хотят. Вот они забились бы под стол, сидели бы там, чтобы их никто не трогал. Поэтому к ним этот вопрос не относится, потому что их ниша другая. Ну, возвращаясь к тому обилию профессий, которую сейчас можно подхватить буквально за какой-то короткий срок, у меня ещё возникает один вопрос. Вот как вы относитесь к такому фундаментальному академическому образованию, то есть университетскому образованию? Вообще нужно оно айтишнику в современном мире или нет? Или можно изучать самому, входить в профессию, и не нужно пять лет тратить на это всё? Понимаете, тут как... Вы спрашиваете человека, который закончил два университета и аспирантуру. Понимаете, поэтому... Да, но... Я... В то же время вы готовите специалистов. Я уверена, что у вас есть студент, который с 18 лет приходит сюда. Есть, но это редко. У нас в основном все люди с высшим образованием. В основном. Ну, там 95%. Конечно, есть молоденькие совсем. Но тут есть как бы некоторая такая граница, которую надо провести. Дело в том, что образование, высшее особенно, в последние годы, ну, не знаю, 20-30 лет, а превратилось в абсолютное кидалово, развод. То есть берут молодых людей, которые понятия не имеют о жизни. Собственно, их родители в основном тоже не имеют. И говорят им, вот ты закончишь наш университет, и перед тобой откроются все двери. У меня была девочка вполне разумная. Вот закончила там какой-то университет, и там было по международным отношениям. И я ей говорю, а что? Я говорю, ты шла учиться там, из Горького, по-моему, как это называется сейчас. Вот, и я говорю, ты чего думала? Ты что, будешь в посольстве Российской Федерации где-нибудь работать? Я говорю, что ты себе думала? Она говорит, конечно, нам же говорили, что мы учимся по программе МГИМО. Понимаешь? То есть берут людей, которые сами не имеют жизненного опыта, втюхивают им бред собачий. Посмотрите, как сейчас называются околокомпьютерные профессии, какие они им звонкие названия придумывают. Вот там, вот, как, допустим, капусту продавать, и на ней там табличка, что в ней нет холестерола. Так откуда же в капусте холестерол? Ну, пишут, это же я не выдумываю, на овощах пишут, там нет холестерола. И вот то же самое, они берут там какие-то профессии. Причем такие профессии, что и профессии нет, какой-то набор слов какой-то раз, как-то они его так упаковали, и продают сейчас. И в Америке то же самое, кстати. Но что получается? Приходят люди, у них нет опыта. Те, кто им преподает, это мастодонты, которые и 20 лет назад, и 30 лет назад, и они эти основы преподают. И это неплохо, основы неплохо. Плохо то, что у них связи с жизнью нет. То есть они эти основы с тем, что надо делать на работе, никак не связывают. Я иногда встречаюсь, ну как, сталкиваюсь с выпускниками университетов, приличных университетов, приличных выпускников, приличных университетов. Я в ужасе. Приходит парень, и мне попросили посмотреть резюме. Я смотрю, у него там, я говорю, а какой-нибудь язык программирования-то есть? Он говорит, вот JavaScript. Я говорю, что это Computer Science, менеджер, и ты JavaScript? Он говорит, да. Я смотрю дальше. Я говорю, а с базами данных, там SQL у тебя есть? SQL, да? Он говорит, нет. Я говорю, а у тебя столько курсов, там, архитектура. Да, он говорит, что было, я брал, а SQL просто не было, я не брал. Я хотел, говорит, не было. И вот он выходит, Computer Science Degree, понимаешь? Вот, заложили в него фундаментальные знания, я понять не имею. Я все-таки верю в то, что фундаментальные знания имеют смысл только тогда, когда мы из них можем выйти на практическое применение. Иначе мы не говорим об инженерном деле, а мы говорим о какой-то очень высокой науке, которая, может быть, интересует одну десятую процента людей на Земле, а все остальные, значит, если это не дает выхода ни во что, так зачем? И к чему я рассказываю. Пришел человек в университет, отсидел там 4-5-6 лет, сколько там это у него заняло, и вышел. А те, кто не пошел учиться, а пошел работать сразу. Ну, может, там курсы какие-то взял и работает. Уже 6 лет прошло, он уже там 150 тысяч зарабатывает. Понимаешь? Он уже там какой-то там начальник крутой. И он параллельно, заочно там как-то онлайн, он тоже какую-то корочку там получил. Не то, что он без корочки остался, но он уже там Бог знает где. А этот, вот у него только фундаментальное знание, причем такое очень опосредованное знание, которое никак не связано ни с чем, кроме университета. И вот каких-то таких обстоятельств. Ему теперь надо заново учиться жизни. Так вот, что я хочу сказать, что образование хорошее, серьезное, фундаментальное и так далее, и так далее, это бесконечной важности вещь в жизни человека. Вопрос в том, что где его взять. Потому что то, что в практическом плане нам предлагается, вот молодежи предлагается, это фикция, это кидалово. Под видом серьезного, фундаментального, какого-то там образования им дают пшик. Их еще обманывают, им говорят, что вот ты там вот закончишь университет, и у тебя все будет. Я не говорю про компьютер-сайенс, я говорю, вообще, они учатся в университете. Им говорят, вот будешь хорошо учиться, у тебя все будет. Куда они будут? Когда статистику смотришь, жутчайшую, что происходит с выпускниками университетов, что они там, в зависимости от профессии, там бывает, что только 20% вообще по профессии работают. Там существенный процент вообще никогда не заканчивает. Я говорю про американские университеты. Так они еще денег должны за лоуны, которые они брали, зафинансировали. Поэтому люди стремятся в хороший университет. Поэтому сложно попасть в Стэнфорд, сложно попасть в Гарвард, сложно попасть в МАЙТ, сложно попасть в Калтек, в Фистех, МГУ и так далее. Потому что ты хочешь получить отстоящее образование. А если это будет какой-то, не поймешь чего, я даже не знаю. Конечно, кому оно нужно? Уже сегодня, когда ты можешь лекции в Стэнфордском университете слушать онлайн, в записи все есть, и когда ты можешь взять любой класс онлайн, допустим, его кто-то, хороший человек читает, начитывает класс. Это лучше, чем его брать у плохого преподавателя, который, скажем, он местный, и ты еще должен прийти, и ты должен уйти, еще потратить время на дорогу и так далее. Только уже лучше в онлайне послушал, посмотрел и так далее. Но, когда ты уже стал работать, темпы изменений такие жуткие сейчас, колоссальные. То есть, вот сейчас за пять лет меняется больше, чем, скажем, у наших дедушек и бабушек за всю жизнь менялось. И с тем, чем они занимались. Поэтому ты не убежишь от этого. Ты должен все время учиться и доучиваться, и переучиваться, и находиться в постоянной динамике. Поэтому, с одной стороны, фундаментальное образование бесконечно важно. Именно для того, чтобы ты потом мог набирать обороты. А способность учиться постоянно добирать, 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 она абсолютно необходима. То есть, и то, и другое, это два таких краеугольных камня, и один без другого плохо. Можно выжить, но плохо. Кстати, по поводу того, что сейчас очень информация доступна. То есть, помимо того, что есть вот эти всякие онлайн-школы, есть оффлайн-школы, которые достаточно быстро переучивают. То есть, в этом случае школа, преподаватель берет на себя, не знаю кто, методист, берет на себя организацию процесса. Конечно, да. А когда ты просто находишь там хорошую книгу по какому-то, не знаю, по JavaScript, например, потому что, или там еще какой-то курс на той же Курсере. Вот есть ли какой-то у вас в загашнике совет, как овладевать этой информацией, как себя организовывать? Как строить какой-то свой учебный план? Потому что, ну, очень легко потеряться. Основная проблема людей, которые берут всякие онлайн-классы, состоит не в том, что они не могут план построить, а в том, что они не понимают, зачем берут этот класс. У них отсутствует цель. У них вместо цели стоят задачи, которые они решают. А путь такой. У меня есть цель. Я спрашиваю себя, какие задачи надо решить, чтобы добиться этой цели. Задача. Раз, два, три, четыре. Задача номер один. Какие у меня средства, какие у меня методы, какие ресурсы мне нужны. Задача номер два, номер три, номер четыре. И я движусь в свою цель. У людей путь становится целью. Понимаете, не цель является целью, а только путь. Поэтому у них все время проблемы. Вот там у меня цель висит на двери вешалка. Это моя цель. И я иду к цели. Я к ней иду, я вообще ничего не вижу. Понимаешь? Вот тут какие-то люди шли, я их не вижу. Я даже не слышу, потому что я сфокусирован. Я шел и вот в дерьмо наступил. Я иду. Я даже, знаете, настряхнулся. Чем светлее цель, тем больше ты к дерьме к ней придешь. Правильно? Потому что путь сложный. И ты идешь. Если я говорю себе, какой путь? А как мне вот этот путь лучше организовать? Я говорю, боже, да тут дерьмо. А тут лужа. Посмотрите на эти рожи идиотские. Куда я попал? Где я вообще иду? А небо какое страшное. Боже мой, там молния, здесь гроза. Тут пожары на севере Калифорнии дым несет. Боже, я не пойду никуда. Это и есть та самая проблема. Если ты видишь цель, такой курс, сякой курс, с репетитором, с другом, по книжке, как угодно. Это не важно, ты идешь к цели. Когда-то я опубликовал самоучитель машинопись в журнале «Наука и жизнь». Это было в 86-м году. Я тогда занимался разработкой методов быстрого обучения. И вот у нас была такая методика быстрого изучения машинописи. И у меня взяли в «Науку и жизнь», там в трех номерах это было. И я потом встречал людей, которые реально выучились. Они там где-то на меня... Ну, три миллиона тиражей. Известная была такая работа. И я, когда это все писал, я думаю, боже, как? Как они смогут? Меня рядом нет. Подсказать я не могу. Поправить я не могу. Потому что я привык работать с классом. И вдруг какие-то люди, что-то я им инструкции написал, упражнения дал. Я думаю, боже, что с ними будет? Понимаешь? Есть люди, которым совершенно не важно как. Ты можешь им методики никакой не давать. Ты можешь им упражнений никаких не давать. Но если он мотивировал, он сядет вот так вот за эту клавиатуру и начнет печатать. Я не к тому, что не надо методики, не надо материала и так далее. Но если он хочет успешно научиться чему-то, он должен спросить себя, зачем я это учу. Вот он изучает HTML. Вот HTML, CSS, веб-странички делает. JavaScript. Милый, ты, конечно, можешь делать веб-странички. Ну ты скажи себе, я хочу делать веб-странички. Потому что он приходит ко мне и говорит, вы знаете, я вот изучал HTML, CSS, JavaScript. Я думаю, а это как-то полезно, вот, например, чтобы там учиться на тестера. Он сначала берет курс, а потом спрашивает, не пригодится ли это для теста. Бесконечно пригодится, бесподобно пригодится, потому что в автоматизированном тестировании это прямо вот стопроцентная масть. Вот все, что он там учил, все годится. Но если бы он учил это для чего-то, он бы совершенно по-другому учил. Он бы хоть понимал, что он делает, зачем. У него мотивация была бы другая. Понимаешь? Вот он учит вот это вот, а он не знает, зачем. А какая же мотивация? Есть мотивация сугубо такая академическая. Есть академические дети. Вот он учится, он любит учиться. У него проблемы, он потом работать не может. Потому что он все продолжает учиться. Но вот он любит учиться, и он так это все... Ну, большинство же из нас не такое. Подавляющее большинство не такое. Значит, если мы учим чего-то, и мы не знаем зачем. А нам говорят, вот выучишься там в школе, пойдешь в хороший, тебя примут в хороший университет. Выучишься в хорошем университете, тебя возьмут на хорошую работу. И вот тогда чужой дядя на хорошей работе о тебе позаботится. Если ты будешь хорошо работать. У тебя будет какая-то пенсия, у тебя будет... Я полагаю, нас смотрят люди в России, в Украине, да? Это безумие. Смотрите, какое безумие. Я в этом безумии родился и прожил 35 лет своей жизни, пока мы не уехали с Нёныштадт. Ну, и здесь примерно так же. Ну, здесь это больше правда. Там просто они все это говорили, говорили, потом вдруг оказывается, что ты всю жизнь работал и остался, знаете, там, коленями на горохе. Вот. Здесь в этом плане лучше. Но тоже не работает вот так. Потому что кто-то инициативный, понимаете, кто-то с людьми умеет. Где, в какой школе, где тебя учат с людьми? Где тебя учат собрать, организовать, запустить какой-то процесс? Где это будет? Гарвард Бизнес Кул, там не этому учат. Там учат обслуживать вот этих. Как быть хорошим, понимаешь, помощником у этих людей. Которые вот, вот те 2%, которые всё закручивают. Не бойтесь менять цель. Идёшь к цели, видишь, не дать цель. Поменял цель. А что если цель, да нормально, поменял цель, ещё поменял, опять поменял. Почему ты меняешь цель? Ты растёшь. Поменять цель можно только поднявшись на новую ступень развития. Тогда ты видишь дальше и говоришь, э-э-э, ну-ка, меняем направление. Потом ещё поднялся и говоришь, стоп-стоп-стоп-стоп, движемся туда. Понимаете? Поменять цель можно только поднявшись куда-то. Мне нравится, как вы используете аллегории, вешалки. Вешалки есть. Вешалка, она висит, вот она висит. Но всё-таки, вот если говорить, например, у вас в школе есть и офлайн, и онлайн. Да, живьём есть. Плюсы и минусы того и другого. Для студента? Да. Минус, ну как минус? Ну, конечно, он больше денег потратит, если он на кампусе. И нам это тоже дороже. Вот я сейчас выхожу в класс, у меня там 120 человек сидит. Вот через 2 часа пойду в класс. Ну, понятно, что заложено там и аренды, и учителя. Да, да, если там 500 будет сидеть, то 500 будет сидеть. А здесь же я плачу за это всё, мне там 1200 стоит вот только вот это помещение. Но с точки зрения самого учебного процесса, то есть опустим вот эту материальную сторону, это понятно. Гораздо больше внимания персонального. То есть я не хочу сказать, что там репетитор у тебя за спиной стоит. Но всё-таки ты в классе, ты можешь задавать вопросы оперативно. И там очень много взаимодействия между студентами. Ты пришёл, ты 5 часов в школе, в онлайне мы говорим, ты 5 часов готовишься к уроку, мы им даём просмотреть некий материал. И говорим, вот посмотрел, значит, выполнил вот эту работу, 4-5 часов, и мы встречаемся в классе. И в классе мы обсуждаем, что там произошло, пока не делали эту работу. Но он же должен эти 5 часов потратить. В реалии-то что получается? Там половина из них вообще не потратили ничего времени. Ещё половина потратила не 5 часов, но может быть там 2 или там 1,5 или что-то. То есть они приходят не до вложенные. Поэтому постоянно идёт вот как ведро с молоком, надоелись коровы, а дальше начинается расслоение. Тут сметанка, там сливки, а здесь просто вода, сыворотка. Вот это вот расслоение, оно в онлайн-классе, конечно, гораздо более драматичное, чем вот здесь. Здесь тоже есть чемпионы, середнячки и так далее. Но здесь людей откровенно слабых, ну там, скажем, на 30 человек, может быть, 4. С ними надо отдельно работать как-то. Но пока он тут, мы с ним отдельно работаем. Если он не отказывается, мы с ним работаем. То есть надо его довести до конца. Когда он в онлайне, я не знаю, где он. Если он мне не написал, что вот мне нужна такая-то помощь. Очень многие стесняются попросить помощи. Я хочу, кстати, сказать, вот никогда в жизни не стесняйтесь попросить помощи. Тем более, если вы деньги заплатили, вы курс берете. Как это? А я говорю, а что ж ты не посылал? Я говорю, мне было неудобно. Как неудобно? Как-то говорят, штаны через голову одевать неудобно. Как это неудобно? Люди сидят и ждут, что ты придешь, что с тобой можно будет что-то сделать, и ты не пришел. А как же? Здесь мы как бы больше за ними гоняемся. Он все-таки физически приходит. Потому что если он физически не приходит, мы просто должны ему вернуть деньги за обучение. Ну, сколько он там отучился. За оставшиеся должны ему просто вернуть. А там он, где он? Так что многие люди пострадали в жизни от того, что не в состоянии просто попросить помощи. Не попросить, а обратиться за помощью. Просто обратиться за помощью. Там, где... Главное, что их ждут, что они придут, и они не приходят. Да. Ну, на самом деле, вот в прошлом интервью, которое мы с вами сделали, достаточно много мы говорили там и про школу, про вашу, и про процесс обучения и прочее, прочее. Поэтому не буду к этому возвращаться. Но мы не открыли вопрос один. Английский язык. Я уверена, что... Понятное дело, что у вас проходят занятия на английском языке. Правда. Правда. Ну, потому что у вас не все студенты говорят по-русски. Но я уверена, что у вас очень, понятно, большой круг общения. К вам часто обращаются люди просто... Они, допустим, уже тестировщики. Но единственное, чего им не хватает здесь, чтобы начать искать работу, это английского языка. Отключим. Английского языка. А есть ли у вас на этот случай рецепт? Как вообще учить английский язык? Не просто для жизни, а для того, чтобы пройти собеседование в компании американской? Конечно, желательно английский учить до того, как вы оказались в Соединенных Штатах. Хотя бы на уровне того, что называется survival skills. От человека зависит, как ему удобно. Вот кто-то может там видео смотреть, кто-то просто новости там смотрит с субтитрами или кино. Кто-то ходит в класс. Кто-то идет в какие-то места, где есть иностранцы, с ними так живьем можно пообщаться. Можно совмещать в любых комбинациях и так далее. Я просто вспоминаю, как мы учили в конце 80-х. Вы даже себе представить не можете. Тогда книжек толком не было. На курсы записаться было нельзя. Все было там на два года вперед запись. Это в Москве, так. И какие-то переписывали кассетки, знаете, вот эти вот маленькие. Там уже по сто раз переписаны, там вообще ничего не слышно было. И вот с этими кассетками, там же такое, ты можешь послушать. Вот. Поэтому сейчас-то, господи, ну как тебе удобно, так и смотри. И удовольствие получай. И смотри, и активно. Есть же веб-сайты, где можно с носителями общаться. Есть веб-сайты, где можно взять педагога, который с тобой индивидуально работает. Ну, там стоит каких-то денег. Вот недавно у меня мальчик был. Я не помню. То ли в онлайн-классе, то ли вот на кампусе. Его тренировала девушка из Москвы, преподаватель английского. Там, я не помню, 15 долларов в час. Вот. И по московским ценам это тоже немного, на самом деле. Так вот, 15 долларов в час. И она его натренировала. Он говорит, что если бы не она, я не знаю, как бы я интервью прошел. Поэтому, ну, бывает. Здесь на кампусе у нас более-менее все говорящие. Потому что мы собеседование проводим. И мы же должны их на практику отдать. А как его отдашь на практику, если он не говорит? Понимаете? Поэтому мы здесь очень аккуратно. А в онлайн-классе мы говорим, вот тебе первые три урока присутствуют. Никому никто, ничем не обязан. Если ты через три урока решил остаться, это твое решение. Значит, ты платишь деньги и продолжаешь. Но это как бы ты взрослый человек, ты решаешь за себя. То есть, ты должен сказать, оно тебе годится, не годится и так далее. Но проще, когда у вас лексика профессиональная. Это не то же самое, что в ресторан пошел, в кино пошел, еще куда-то пошел. У тебя узкий набор, какое-то количество лексических единиц. И ты должен их освоить. И это естественным образом происходит. Вы можете вообще не говорить по-английски. Но к концу курса у вас вся терминология, вся вот эта вот вещь, она пойдет на английском. У вас другого варианта нет. Конечно, сложность в чем? Вот там, расскажи о себе. Да, ну вот эти вопросы. Вот это и... Ну так это отрабатывается, зазубривается. Ну, конечно, что там? Да. Ну да. Расскажи о компании, в которой ты работал. Ну, там пять предложений. Расскажи о себе. Двенадцать предложений. Ну, ты говоришь, что же... Господи боже мой. Все делается. Другое дело, что ему работать потом. И сегодня вот там с утра митинг. Каждое утро митинг. Как он без языка будет? Сказать надо и понять надо. Еще один вопрос, тоже касаемый больше вот эмиграции. Человек, который переезжает сюда. Что он должен знать об Америке? Не знаю, может быть, о какой-то вот именно о профессиональной культуре. Что отличается там русской, там русскоязычной культуре и здесь? И что может быть препятствием для того, чтобы быть успешным в местной профессиональной культуре? Если мы о нормальных людях говорим, да, потому что не все в эту категорию попадают. Но вот если человек нормальный, как бы он хочет слышать, хочет видеть, хочет понимать, хочет вписываться там и так далее, значит, он должен сказать себе, это другая страна, это другая культура. То, что я о ней сейчас думаю, скорее всего, неправильно, потому что я переношу из другой страны, и это не американская культура. Но надо просто быть внимательным, смотреть на других людей, как они себя ведут, и вот так вписываться в это дело. Но есть вещи, которыми грешат, как бы, да, новые эмигранты. Ну, например, они норовят там, скажем, вот там два русских могут в присутствии там русскоязычных, в присутствии там других людей могут, например, говорить друг с другом по-русски. Не только они этим грешат. Это могут быть там и из Китая люди, там еще откуда-то. Но это как бы признак невысокого класса. Ну, конечно, там он где-нибудь, если он там на стройке или там в магазине там капусту рубит, конечно. Но если ты уже инженер, допустим. Вот, есть вещи, как вам сказать, вот этитюд, да, отношение, отношение к жизни. Есть люди негативные. Они негативные, ну, вот они жили в таком месте, где трудно быть позитивным. С другой стороны, может быть, это часть врожденная просто. Есть люди рождаются позитивными, а есть люди там... Я не знаю, как стать позитивным, если ты родился негативным, я с трудом себе представляю. Но, тем не менее, держи, при себе держи. Значит, нельзя людей обдавать негативом. И вот эти разговоры, а что, я правду сказал? Езжай вот туда, откуда ты там, где-то там. Вот и там всем правду говори. Если там, допустим, у тебя зубы уже отсутствуют, пожалуйста. Ну да, то есть на вопрос, если у тебя был конфликт с менеджером на прошлом месте работы, и тебя спрашивают, а были ли у вас конфликты, нужно максимально обходить негатив. Если тебя спрашивают, ну понимаете как, типичный ответ, а что конфликты, почему ты на рынке, а что там, я что ему в глаз-то и дал, так он же такая зараза. Ну это же не принимается такой разговор. Поэтому правдоискательство, обвинение других людей, сваливание на них своих проблем, или даже не своих. Вообще любой негативный такой разговор, допустим, почему ты вот ищешь работу новую. Говорят, а на той работе у меня вот это не так, это не так, это не так, менеджер не такой. Кстати, вот из Индии народ тоже они бывают. В основном тоже позитивные девочки, но бывает вот такую телегу накатает, как она на практику пошла, и тот на нее косо посмотрел, а этот чужой ланч скушал, а это там еще что-то. Вот такие репорты, ну я утрирую, но вот такие репорты пишет. Понимаешь, ходит и вот давай, и всех обсуждает, и до всего ему дело есть. И тогда это страшная вещь, страшная. У нас знакомая есть, она поехала маму навестить в Башкирию, в Уфу, большой город. Ехала на две недели, через неделю возвращается. Я говорю, что она говорит, не могу, не могу. Три года как в Америке, а что? Она говорит, целыми днями обсуждают соседей, кто чего купил, кто на ком женился, кто с кем развился, кто с кем гуляет, по чем цены. Потом все время обсуждают, и обсуждают, целыми днями обсуждают других людей. Здесь так не принято. Ну, то есть, это к высшей степени неадекватно. Но я как бы исхожу из того, что люди, которые нас смотрят, они уже отобранные. Ну, вот я не считаю, что какой-то дебил придет вас смотреть. Или там какой-нибудь моральный урод там. Я таких блокирую, я сразу вижу. Да, по комментариям видно. Поэтому мы исходим из того, что смотрят нас нормальные люди. И я бы им сказал так, ребята, не боитесь. В той мере, в какой ты нормальный человек, у тебя все будет хорошо. Просто посматривай, послеживай. Как-то так вот реагируй. Будь готов к тому, что надо реагировать. Ты попал в новую среду. Не то, что на другую работу пришел. Понимаете? И уже по-другому. Уже надо какое-то время и какое-то внимание уделить тому, чтобы вписаться плавно, потому что там может быть что-то быть не так. Вот есть места, где ты пришел, и там тебе с удовольствием рассказывают что-то, объясняют. А есть такие места, где он на тебя смотрит, то есть вопрос задал, он на тебя смотрит, а что он вдруг вопросы задает. И так бывает. То есть в каждом месте надо осваиваться. Но еще раз, у нормальных людей, таких вполне адекватных, у большинства из нас, подавляющего большинства из нас, нет таких проблем. Где брать мотивацию? Когда человек говорит, что мотивации нет, уже хорошо. Уже лучше, чем если бы он говорил, а мне и не нам. Симфония нам написана, которую мы должны сыграть. А ноты разбросали. Были ли какие-то моменты, когда вы теряли мотивацию? У вас от школы идете один из предметов. Время на семью, время на то, чтобы помогать людям встретить в аэропорту. И это не просто так. Просто так никто не станет помогать. Да, ему заплатили. Редактор субтитров А.Семкин